Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами Братуха, и это Игрова Робот. Поздравляю всех с праздником 9 мая. Сегодня 9 мая, Игрова Робот. И с вами Братуха. Сейчас посмотрим, что у нас тут за скидки. И вообще, есть ли какой-нибудь маленький бонус, то, что у нас 9 мая. Но я сомневаюсь, что что-то тут можно найти. Думаю, да, ничего найти нельзя. Пиксы опять обошли стороной 9 мая, День Победы. Видимо, им стыдно. Но, в принципе, на моем канале мы помним и гордимся. Также еще хотел бы поделиться очень интересным комментарием, который, ну, заслуживает, на мой взгляд, моих пояснений. Пожалуйста. Это Иришка, но, судя по всему, это мужик сидит на аккаунте жены. Пишет. Ты получил Скорпиона год назад. В ангаре его поставил только сейчас, после нерфа. Да? Да? Серьезно? Давайте посмотрим. Где у меня тут Скорпион? Нет? Так, сразу хочу сказать, Скорпиона я оставил несколько раз. И несколько раз я его убирал. Я его ставил, я его убирал, я его ставил, я его убирал, я его ставил, я его убирал. Я его сейчас убрал. Ну, да, ну, до этого комментария. Это он мне, понимаете, это человек, он пишет так, потому что, ну, он не думает, как я думаю, он думает, как он думает. То есть, он не ставит себя на мое место. Почему я ставлю поиграть, поинтерес какой-то, чтобы у людей там был, там, посмотреть на другую игру. У него сразу ты поставил после нерфа. Ты какой-то дурак, братуха. Год не ставил, а тут поставил еще и после нерфа. Вот, дальше, качаешь сейчас тайфуна, не до робота. Ну, ребят, я же, бляха-муха, говорил, почему я качаю тайфуна. Тифона, Тифона, я качаю, потому что он робот-дальнобойщик с большими щитами. И качаю я его уже, блядь, давно, потому что я фортифайры 6 штук прокачал, ой, до 6 уровня прокачал 3 штуки. Ребята, они каждый и добавляют 20% к щиту, 20% регенерации, 20% к щиту, короче, там. Вот, ребята, понимаете, это робот-дальнобойщик у меня должен быть один на карту Каньон, там, Спринфилд. Но его легче прокачать модули, а самого его прокачать до дальшего левела, потому что при прокачке этого парня у него уроноспособность, а, это ерунда, у него увеличивается прочность, это тоже ерунда, у него, ребята, энергощит увеличивается. Если увеличивается энергощит, значит, он и восстанавливает куда больше, понимаете, и быстрее. К тому же еще потом, возможно, я буду качать на него вот эти вот красивые пульсары. Кстати, нет у нас на тифоне никакой интересной покраски. Нельзя-нельзя, стандартная только, ну ладно. Это вот такой у нас интересный вот комментарий, что дальше. Не до робота качаешь, в общем, камень в огород, ну, на его взгляд я должен качать что-то другое. Ну, парень, это мой ангар, это твой ангар, вернее, каждый качает что он хочет. Вместо того, чтобы качать на него пушки, ну, я уже, наверное, вперед забежал. Ну, 4 пушки, вот с 10 до 11 уровня стоит 43 миллиона. Это 43, потом до 12 уровня 73. Получается 2 уровня 110 миллионов. Пушек таких у меня 4. Получается, здесь у нас 110 миллионов, да? И еще с 9 на 10, 32 лямочка. Получается у нас 110. А здесь по 140. 140 плюс 140, 280 миллионов. Плюс 140, это будет 300, 420 миллионов. И плюс 110, это 550 миллионов. Мне надо 550 миллионов серебра, чтобы все вот эти пушки качнуть до 12 уровня. Потом их надо за 2000 голды апнуть в зеленое состояние. И потом дальше вкладывать те же самые миллионы, миллионы и миллионы. У меня сейчас, ну, не хватает 500 миллионов, чтобы прокачать пушки. Я решаю прокачать этого робота, блин, максимум на... Самого робота на зеленое состояние 24 уровня. Потому что я сюда могу поставить 24 уровня скоро же. Я могу поставить 24 уровня тараны. Я вам хочу сказать, ребята, что он, если будет полностью прокачанный и с какими-то там дополнительными тут защитами и так далее, там, с умениями, он не слабый робот. Он хороший робот. Это вы, блядь, не до роботы нам. Кто пишет такие сообщения? Не до люди, да? У тебя есть бочка. Ты ее поставишь в ангар после ее нерфа. Это типа то же самое, что он мне про скорпионов. Ребята, я бочку Шелла никогда в ангар не поставлю, потому что я не смогу ее прокачать до того состояния, до которого она будет крепкая и держаться будет и так далее. У меня нет так столько ресурсов. Даже если бы у меня были бы столько ресурсов, 20 тысяч голды, к примеру, и так далее, я бы не потратил бы все эти ресурсы на сомнительного робота Шелла, которого потом могут нахрен нерфануть. Понимаете? То есть Шелл для меня в рандоме, он не нужен. У меня есть Фантум. Фантум прекрасно справляется со своей задачей, чем Шелл. Нахрен мне качать Шелла, затрачивать все ресурсы на этого робота. Чувак, Иришка, ты мальчишка, ты думай. Думай, ну чувак, ты думай. Дальше. Титан? Да, о чем я говорю? Дело в том, что Титана я не качаю. Опять же, сколько раз я говорил, у меня 15 тысяч платины, мне не хватает прокачать Титана, одного Титана, до 100%. Это Титан, модуль и пушки. Мне еще надо модули покупать. У меня одного модуля нет топового. Качать не топовые модули, нет смысла. Потому что потом захочется качать топовые. Так вот, качать Титана, я не знаю какого, а якобы брать Титана, который первопопавшегося, что-то там его брать, и втюхивать туда 15 тысяч платины, и не докачивать его до сотого уровня, идея сомнительная. Потому что в дальнейшем может быть еще мощнее Титан. Да, братуха, можешь, конечно, ждать Титана вечно, но я вам хочу сказать, пока копится платина, мне торопиться некуда. Пиксоники могут выпускать любого Титана, если выпадет тот Титан, который есть, нужен, понравился, я буду его качать. Ну давай, Иришка, маленько задумай своим умишкам. Титан, ты мне какого Титана советуешь прокачать? А я вот никакого не хочу. Вот мне никакой не нравится. Вот нет, который сейчас у меня есть, мне не нравится. Я не хочу брать Нодданса, Артура не хочу, конечно же Кида, и летающий гроб Ауминго. Раньше Ауминго был тащером. Если бы я послушал бы Иришку и прокачал бы Ауминго в свое время и влил бы туда свою платину, я не докачал бы этого уровня, да, этого робота, ну, вместе с пушками, модулями, процентов до 50, может даже до 60 я бы его прокачал бы, и его нерфанули. Теперь это гроб, летающий в небе. Зачем мне вкладывать платину, чтобы потом быть гробом? Я и без Титанов неплохо справляюсь. Да и к тому же, какой может человек похвастаться, что он иногда занимает топ-1, топ-2 без Титанов? Он практически играет, братуха, практически играет наравне с топовыми игроками без Титанов. С Фантомами против Шеллов и так далее, и тому подобное. С недороботами у меня неплохой результат, я так думаю, а? Иришка, может у тебя просто какая-то зависть или ты тупая мальчишка? Школота? Ну, а как иначе можно трактовать вот эту всю чепуховину, которую ты пишешь? Неграмотностью. Ты не в курсе происходящего на моем аккаунте? Тогда забейся в гугл и помалкивай на. Или спроси у людей. Люди, а что тут происходит? Я думаю, что ребята в комментариях напишут, что происходит. Да о чем я говорю? Красавчик! Дети, вместо того, чтобы съесть мороженое, переведут тебе деньги на карту. В моих глазах Гликмана ты все-таки победил. Причем тут я победил Гликмана, очень интересно, в каком плане я его победил. И причем тут дети. Что-то мне это напоминает какая-то Лакриса Кайфат, которая потерла там какие-то интересные странички, но все остальное осталось в кэше. И кэш он всегда, он, как говорится, будет всю жизнь. Чем это вообще пахнет? Какие дети? Какие донаты от детей? Что это за отъем денег у бедных детишек? Что это за запашок такой, Иришка? Что-то мне навеяло. Причем тут дети? У меня канал 18+. Ладно. Андрей Левченко решил подпиздывать этому товарищу Иришке и пишет, в том-то и дело, у нас слабеньких и обиженных любят, так донат с большей охотой перечисляют на помощь. А если мощный ангар, нафига ему донатить? Ребята, я разве донаты трачил на ангар? Неужели Андрей Левченко не в курсе, что я не покупаю роботов, не покупаю пушки? Неужели он не в курсе? Что я не трачу донат в игру? Где твой деменький? Андрюша, а ты куда лезешь? Ты глупенький? Или как-то я вообще не понимаю. Ну, вот серьезно, ребята, ну что вы пишете-то? Дальше, пишет еще один Папожоев. Папожоев. С тобой полностью согласен, кроме пунктов про Тайфун и Шелл. Да, Шелл имба, но нету кайфа такого, как при игре на Фантоме. Он только для того, чтобы выиграть, но без удовольствия. А Тайфун хорош, хотя не имба. Тайфун хорош, и он не имба, но он хорош. А Шелл, А Шелл, имба, но нету кайфа такого, как при игре на Фантоме. Вот этот парень, он смотрит мои видеоролики, он понимает, о чем я говорю, и он в теме. Вот эти два сверху, Челлобрека, они не в теме. Так вот, ребята, не будьте вы дураками. Будьте в теме. Ну, вот серьезно, жалко. Я вот, понимаете, людей вот тупых, которые просто тупой хейт льют. Есть критика, я согласен с критикой, но это тупой хейт. Про Титана я сто раз объяснял, я не хочу облажаться. Потому что платину трудно заработать, она не зарабатывается, как серебро. Это я серебро могу влить 236 миллионов в робота, его понерфит, поплакать маленько, и через месяц-два заработать эти 200 миллионов и влить в другого робота. С Титанами так дело не пройдет. Очень много людей пишут в комментариях, что они в свое время прокачали, например, Артура или Кида, и теперь у них нет платины, чтобы прокачать Нодденса или Миноса. Они выиграли Миноса, у них Минос лежит в ангаре, а один человек писал, что у него два Миноса. Два Охс-Миноса лежат в ангаре, и он не может их прокачать, потому что у него 35 платины. Он тратит остатки платины для того, чтобы прокачать Ау Минго, которого в свое время он начал качать еще в мохнатом году, как братуха бы начал, но не начал. Так вот он выбирает то, чтобы качнуть до конца топового сдела с Минго, чем бросить прокачку Минго и начинать с каких-то копеек качать Миноса. Вот именно этого я избегал, когда не тратил на Титанов платину. Я знал, что платина это очень дорогой ресурс. Его просто так с дерева не сорвешь. И это надо понимать. Если вы не понимаете, то вы тупые. Если вы тупые, то мне вас жалко, потому что надо быть как-то более-менее острее. По игре хотя бы. В общем, опять я к этому, ребята, варианту, к такому хейту отнесся. Не надо писать мне в комментариях, братуха, не обращай внимания, там туда-сюда, ты подпитываешь. Нет, ребята, я обращаю внимание, и я буду изредка обращать и говорить по этому поводу в видеороликах, чтобы не было, чтобы вот таких вот иришек было меньше и меньше. Чтобы люди, которые заражены вот этими иришками и вот этими андрюшками, чтобы они просмотрели этот ролик, чтобы они поняли мою правду, услышали, и чтобы они излечились от этого дебилизма, который советуют иришки и андрюшки. Понимаете? Если умалчивать, то эти иришки и андрюшки, они как паразиты, и они будут размножаться. Понимаете? В общем, с праздником всех, ребята, с 9 мая сейчас выпиваем по бустеру, выпиваем бустер на ключи, на серебро, и вперед, ребята, вперед, на смерть, в атаку, смотрим, что у нас тут? Егерь продается за 800-900 рублей, также платина, 300 платины за 1100 рублей продается, пушки, целые вагоны, а у Ганг продается зеленый дракон, который получается как лич, только в воздухе. На земле он убийственный робот, то есть его убивают, а когда он взлетает, у него сопротивление. Три средние пушки стоят 890 рублей. Недавно Артур Титан стоил дешевле. То есть это бесполезно, робот, на нем никто практически не играет. В общем, вперед, ребята, на смерть из песней. Банить я Иришку, Андрюшку не буду, я надеюсь, что они посмотрят этот видеоролик, сделают какую-то переоценку своих убеждений, вот, ну, осмыслят все это происходящее, и надеюсь увидеть под этим видеороликом у них какие-то другие комментарии. ну, я опять же не хочу их никак обидеть, в плане того, что вот вы измените комментарии, значит, я типа победил, а вы признавать мою победу не хотите, и так далее, и тому подобное, то давайте просто по чесноку, что если вы действительно что-то поняли, то так по чесноку и пишите, что вы что-то поняли. Но при вашем всем своем внимании, ну, мнении, вы можете оставаться, его, конечно же, никто не меняет насильственно и так далее, и тому подобное, то есть, абсолютно по барабану ваше мнение, но хотелось бы, чтобы вы были чуточку, как говорится, умнее, а не тупые дети, как, понимаете, как шоколота, хотя, возможно, вы и есть шоколота. Вот он, фантом, телепорташка, спокойно, прибежал, выстрелил, убил, что-то там, пострелял, популял, и телепортнулся обратно, куда, блин, веселее, чем Шелла, Шелл прибежал и умер, все, но для того, чтобы Шелл не просто так умер, а, как говорится, постарался, побился, покувыркался, пожил подольше, Шелл должен быть максимально прокачан, у него должен быть и пилот, и модули, и микросхемы, и дрон, и так далее, а как вы знаете, с этими пилотами, например, очень сложно, они очень дорого стоят, все мои 20 тысяч голды, которые у меня есть, они могут запросто закончиться только на прокачке одного пилота, а я, ребята, не миллиардера, дочку прогуливаю в кровати, чтобы мне вот так легко и просто 20 тысяч голды, которые я копил месяца 3-4, выкидывать на одного пилота, а завтра придет еще один пилот, и еще один пилот, и еще, и что мне делать, и опять скажут, братуха, не качай, найдутся и такие, ой-о, вот это, ребята, у нас робот-фантом, набил бы я на фантоме столько хп, как на шеле, возможно, не набил бы, на шеле, возможно, набил бы больше, откуда вы знаете, я, блядь, не знаю, а вы знаете, к сожалению, у нас нет варианта, чтобы, ну, нет табли, как-то, нету меню, в общем, нету панели, панели дамага, к сожалению, она отсутствует в этой нашей любимой игре, ее тупо нет, очень было бы интересно, если бы она бы появилась, вот, мы бы смогли бы с вами видеть, какой робот сколько набивает, то есть, парня этого сейчас долбит, моя задача, в первую очередь, это убить его, а теперь можно спокойно захватывать маяк, но я опоздал с маяком, его захватывают другие, а мы играем в каком-то большом, в большинстве, хотя против нас играет клан Мун, но, возможно, и за нас играет какой-то тоже клан, потому что мы играем 6 на 6, заяка, любимая, заяка моя, так, 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 заяка, любимая, заяка моя, кофейку можно? А пока ванна набирается, можно ли кофейку любимому? Вот, так что, о-о-о, ред зона, нет, ну это ни в какие ворота, ребят, не входит, вообще, парень до сих пор живет, а это у нас, э-э, волшебный робот, да, я использовал, к сожалению, ой, все, тут, короче, жопа, ребята, такое тоже бывает, по поводу тайфуна, что могу сказать, у тайфуна есть волшебные пушки и пульсары, которые наносят где-то по 200 тысяч урона на дальнее расстояние, может даже и побольше, вот их надо, конечно же, качать, тут Иришка права, но, к сожалению, очень много надо миллионов, только 500 миллионов, для того, чтобы прокачать до 20, до 12 уровня, 12 уровень, ребята, в нынешних реалиях, это практически нихуя не значит, не значит, Титан забирает у нас маяк, меня попытались пнуть, я стою до последнего, стреляю в ауминга, тут уже пришли Артуры, минг взлетает, Артур меня колбасит, я пытаюсь телепортнуться, телепортация не работает, у меня есть Ауджан, я, взлетает Ауджанчик мой, и спокойненько сейчас, я ковыряюсь в носу, также, спокойненько сейчас забираем минга, это Ноденс, ой, чёрт, бля, штурмовик, давай, кроши её, отлично, но мы проигрываем, бля, у меня странно, мы выиграем, это Арес, у него дольше, долго будет стоять на этот щит, титана я убил, вы видали, волшебник, братуха, волшебство, что это такое тут, защита какая-то стоит, а, его топтаныжнули, ни хвена себе, парня размазали, у нас маячок забирает, такой подпиздыш, братушка сделал, я свою лепту гнёс, но там разберётся титан, скорее всего, но я хотя успеваю перезарядиться, а, даблкил я его забрал, вот, огарится, подсосал, опять маяков трое, извиня, три маяка у нас, да, как-то слабовато противники, но я тоже не силён, знаете, промахнулся, четыре маяка, и мы победили, шоколад, три миллиона дамага, но я на пятом месте, почему, не знаю, полторы тысячи очков чести, четыре четыреста семь пять, две семьсот три шесть, три четыреста три три, два сто шесть четыре, три сто пять пять, то есть, в моём случае, был бы у меня якобы ауминг, или другой какой-то титан, то я был бы в топе, я сомневаюсь, но мы были все крутые, вот, и мы победили, ой, спасибо, любимая, маленькая чашечка кофе, которая размешала ещё, ой, прям, вот, я её пью на ночь, чтобы не уснуть, а ты мне её прям сейчас, да, вкусно, ребята, кофе, это, кофе, вкусный, кофе, не помню, как он называется, но он очень вкусный, из молотого кофе, не из целых зёрн, а уже молотого кофе, сделан он на кофемашине, можно сказать, даже на кофеварке, но она не варит кофе, она рожковая кофемашина, купленная за 8 тысяч рублей, на Алиэкспресс, в Москва, доставленная с деком до двери, и куплена она была на донат от подписчиков, то есть, этот кофе я пью на донат от подписчиков, спасибо, ребята, большое за этот кофемашину, большое, большое, серьёзно, спасибо, кофе очень вкусный, ну, конечно, кофе мы покупаем сами, а вот, то, что делает этот кофе, это всё за ваши деньги, и я сомневаюсь, что этот кофе я пью благодаря детям, которые не доедают мороженое, сомневаюсь, ой, люди, ну, чё ж они, как будто, как будто зависть какая-то у людей, я не знаю, неужели, неужели плохо, что, что я вот такой вот обычный человек, обычный серый человек, заставляю людей, любить себя, даже, может быть, сказать, не заставляю, я же никого не заставляю любить себя, а принуждаю, а, нет, подождите, это же тоже, а не канал, а как тогда, наверное, провоцирую, да, провоцирую любить себя, а, нет, может, 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 шантажирую, путём шантажа, да, бедные дети, они любят меня, не доедают мороженое, детишки, бедные вы мои, детишки, ой, ой, дурачки, ой, ребята, честное слово, давайте, хорошо, 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 уходим, я мог бы и не бежать туда, как говорится, вперёд, на смерть, я мог бы прятаться, как вот эти парни, но мне весело играть, ура, вперёд, умир, всё, покатился, Почему-то я Второй бы уже беспорядочно отношусь к роботу Фантому, наверное, это чтобы робот Шелл Не обиделся Не попасть Да, нормально Ну, давай, выходи Гадина какой Вот этот робот Который не до робота Тифон Вот гад, а Недоробот Меня убивает Вперёд, мои недороботы Ляоо Ляоо У него перезарядка Еее Равана Недоробот мой Прокачанный в топ Зачем я играю так сильно на тебе Меня же прекратят жалеть Давай, Равана, умирай Чтоб меня пожалели Ну давай, умри Равана, умри, меня толкают Вперед, я такой беспомощный У меня нет ни одной пушки Пожалейте меня, поставьте лайк И оставьте комментарий Ой, куда я телепортнулся Жирных лечить Давай подлижем Ой, блядь, что делается Что делается Что делается Жесть Вообще похер, что делается Братуха идет на смерть Всегда всю жизнь Братуха шел на смерть Зимушка 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 Хотя это Змушка Кстати, почему-то я живой Жутко непонятно, но я живой Вот в чем фигня Кого-нибудь подлечить? Давайте я кого-нибудь подлатаю Давай, ворвись И кинь меня в пропасть Чтоб меня пожалели Давай, сделай это Толкни меня в пропасть Ой Ах О, блядь Нихера себе Он меня на тот борт перебросил Было бы кб побольше Я бы спрятался Так нельзя играть А то жалеть меня перестанут Вперед, ребята Инверс обить У-у-у Хреновый у меня робот Сильный робот Надо поменять его Этого робота Ой Меня ударили Давайте поставим лайк Заплачем Пожалейте меня, Камчатка. Ой, сейчас чихну. У меня аллергия, астма. Пожалейте меня. Хе-хе-хе. Ой, моя балду. Феном. Давай, Феном. Давай, сдохни. И чуть-чуть так, в Ноденс. Ах ты, сука. Вот он, Ноденс. Жнушка. Всё, трёхкомнатная квартирушка. Или однушка. Он мне пушки парализовал. Пожалейте меня. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ах, я обалдею. Мы понимаем, что ты включил такую обалдеть способность. Прямо типа вовремя вообще жесть. Не допуливаю? Ах. Буду стараться. Ой, хорошо. Ну где там? Кого опиздануть? Ну чё, ребятушки, будете вставать в позу лотоса? Или в позу ракуса? А это какое-то предвзятое отношение к братушке. Стрелять в спину. Упал. Давайте пожалеем его. Пожелайте мне удачи в бою. Кстати, чё-то не сработала способа. Почти парня убили. Мы проиграли этот бой. Да, у Джан не смог меня убить, ребят. Вот такой, как говорится, хуёвый робот. Работает. И это только не в качанном состоянии. А что будет дальше? А дальше мы всё равно проиграли. Потому что у них два маяка, у нас три. И шкала. Проигрыш. Три ляма. 558 тысяч. Я на втором месте. И это, ребята, без Титана. Без Титана. Я вообще его не брал в игру, блядь. Ну Титана, без Титана. А этот парень играл с Титаном. Наверное. Возможно. А может он с одним ботом побегал, всех набил. Домашки. Но это был у нас какой вой? Правильно, второй. А мы идём в третий. А потом смотреть рекламу. Для того, чтобы дойти, как говорится, сюда. Открыть вот эту супер игру в чёрном рынке. И попытаться выиграть Окс Миноса. Почему-то реклама недоступна. Ну такое бывает, глюки. На смерть, ребята, на смерть. Берём Фантома. Вместо Шелла. Вперёд, 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 вперёд. Нас не догонят. Нас не догонят. Попробуем обойти с другой стороны. Блин, я не успел. Я не успел включить этот телепорт. Надеюсь, Рязань я отпизжу. Это уже личное. А Рязани могут помочь. Да, я был крут. Рязань брал. Рязань брал. Нормально. Ваше здоровье. Максимус, блядь. Это Максимус. А, это Фантом. Нет, это не Фантом. Это Шелл. Не вижу. Будьте добры, не дёргайтесь, пожалуйста. А, это... Это обалдеть. Это кто же у нас там? Фалькон. Да-да-да, вижу-вижу. Вот этот робот, куда пострашнее, мне кажется. Главврач. А теперь мы за тобой. А он не обычный главврач. Он бедный, он для народа. Он не ворует. Взятки не берёт. Премии не пиздит. Он на грифе не бегает. Это правильный главврач. А у меня опять... Котяпка чешется. Я тут постою. Хорошая была мука. Ну чё, я думаю, мы победим. Арканы. Да. Это главврач на арканах, ребят. Ну, если там был... Грифин, то это Голанцелот, ребят. И чем быстрее мы главврачу отрежем ногу... Типа... И вторую ногу. Две ноги, да? Тем меньше он... Тем быстрее он закончит хромать. О. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, доктор. Больной, мы вам отрезали вторую ногу. А зачем, доктор? У меня же одна нога болела. Ну, мы так подумали, чтобы второй раз не приходили. Мы вам сразу отрезали, чтобы вы не хромали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, типа так. Не смешно, да? Ну, ладно. Я не настаиваю. О, а парню надо куда-то телепортнуться. Иначе ему выйдет бдышка. Телепортнулся. И бдышка другому парню. А, нет, тот взлетел. Мэйки наши. Хуй пройдёшь. Сейчас будет топтаться. Ух. Пинается гад. Пехота. Здорово, пехота. Готов поделиться домашкой. Или хпшкой. Не хочешь брать? Ну, ладно. Я предлагал. Йоха, блять, два титана. Один без щита. Титан, когда Артур вот эти щиты не поднимает, такое ощущение, что он раздетый. А раз он мужчина, то я сразу начинаю остыскняться. Я стыскнительный, да. Ой, хорошо. Давайте возьмём Деметра, хоть кого-то подлечим. Так, а кого-то мы подлечим. Это вот этого парня. А он хорошо сам себя лечит. Вот гад. Тогда мы подлечим вот этого парня. А он даже не хочет лечиться. Кого же лечить тогда, блять? Даже не знаешь, кого лечить. Вот того надо лечить. А он очень далеко, там 650 метров. И, судя по всему, он скоро умрёт. Даже не успею до него дойти. А, я стреляю в стену. Вот он бонус. Думал, всё за хрень. О, теперь этого парня надо лечить. А почему мы не лечим? А, ну там 500 метров, да. А, победа. Йоха, бутылка рома. Победа, ребята, отличный бой, хороший бой. Я в топке, чувствую, чувствую. Топ-1 взял. Без титана. И без титана. Миллион девятьсот сорок две тысячи. Миллион девятьсот двадцать четыре тысячи. Три убитых, три маяка взятых. Пять голды, двенадцать ключей. Это вам не хухры-мухры. Я вскакал в взводный супер взвод. Вот такие вот, ребята, пироги. Ну, а у нас ещё один бустер работает. Две сорок две секунды. Это означает, что мы ещё раз сможем войти в бой. Но это уже без вас. С вами был Братуха. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лалки, дизлалки. Оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока.